Друзья, приветствую всех на канале Это Монфлайф. Сегодня довольно-таки интересная у нас тема для сегодняшнего моего видео. Тема будет о том, что Луна, спутник Земли, не круглая, а плоская. Если вы смотрите YouTube-каналы различных блогеров, то очень-очень много было блогеров, которые говорили о том, что наша планета Земля – это не шар, а это плоскость, на которой мы проживаем. Там приводились какие-то различные доказательства того, что планета Земля плоская и тому подобное. Но я в это, конечно же, не верю. Наша планета Земля – она круглая. Но вот наш спутник, спутник планеты Земля, он, на мой взгляд, является плоским. Почему так? Потому что на сегодняшний день, на 5 января, у нас сегодня 5 января 2019 года, никому, еще никому просто не удалось сфотографировать, либо сделать видеосъемку обратной стороны Луны. Мы с вами только видим ту часть Луны, которая показана Земле. И в чем же здесь проблема? Мы живем в современном обществе. У нас очень хорошо развиты различные технологии. Наши телескопы могут увидеть на очень далекое расстояние различные маленькие звезды и звездочки. Находятся различные планеты. У нас есть спутники околоорбитные, которые летают и снимают различные, опять же, планеты с разных сторон. У нас есть космические корабли, которые летают в космос. Это уже не что-то новое. Там с 1961 года Юрий Гагарин полетел первым и потом начали летать. То есть у нас все летает, все движется вокруг Земли, но если вы обратите на это внимание и захотите посмотреть фото обратной стороны Луны, то вы найдете какую-то ерунду, где там различные какие-то базы расположены, какие-то различные другие части. То есть это будут фото, которые придуманы людьми и выложены в интернет. В основном придуманы NASA. Они сфотографировали, там сделали. И вы никогда не сможете найти, допустим, одно и то же фото обратной стороны Луны. Я попытался это сделать. Очень много искал в интернете информации. На самом деле, как же выглядит обратная сторона Луны, но не смог найти фото, не говоря уже об видео. Потому что видеосъемка, это очень все просто делается в наше время. Если бы это был какой-нибудь 1900 год, я бы сказал, да, что видеосъемка это очень сложный процесс, который еще наше общество не достигло этого уровня, чтобы снимать видео. Но мы же с вами общаемся. Вот мы. Я блогер, со зрителями общаюсь через простой телефон. Я делаю видео на телефон, на камеру телефона. И это все очень просто, свободно и доступно. Как я сказал, нету ни одного видео о том, что находится с обратной стороны Луны. И тем самым, проведя различные исследования в интернете, в поисках того, какова же на самом деле обратная сторона Луны, я не нашел нужной и правдивой для меня информации, и поэтому пришел к выводу, что наш спутник Земли, Луна, является плоскостью, а не шаром. И что на этой плоскости, которая показана нам, землянам, имеется своеобразный рисунок, обозначающий что-то. Возможно, что-то он обозначает. А может быть вообще наша планета Земля не имеет спутник Луну, а Луна имеет спутник под названием Земля. Может быть и такое. Так что в комментариях здесь, под моим видео, напишите свою точку зрения по этому поводу. Как вы считаете, круглая Луна, либо это плоскость, либо вообще это может быть космический корабль, который следит и наблюдает за нашей планетой Землей, как здесь развивается человечество, и как вообще все здесь происходит. И нажимает определенные кнопочки в нужный, либо ненужный момент. Я жду ваших комментариев. Если вам это видео понравилось, то как всегда, нажимаем пальчики кверху. Подписываемся на канал AtomunofLive. Я желаю вам всего доброго, всего хорошего. До встречи в моем новых видео. И без байт. Чус. Мне просто интересно, какова реакция будет на это видео. О чем вы можете подумать в тот момент, когда посмотрите это видео? Тоже напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал!